МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прекрасная постановка, вы знаете, я была на ней сама, и вот такое ощущение – глоток шампанского. Вот такой был восторг, и я думаю, что не только меня, а всей публике, которая присутствовала на этом спектакле. Спасибо, нам очень лестный такой отзыв. Но, во-первых, мы вас поздравляем с такой чудесной студией. Это тоже глоток шампанского. Сначала вам успехов в вашем нелегком, но очень нужном труде, вам долгих, прекрасных, красивых, интересных эфиров, интересных собеседников. И, собственно, премьеру мы к этому практически приурочили. Приурочили, да. Почему вот идея возникла поставить именно Пигмалион Бернардшоу? Ну, это же классика, но это Пигмалион Бернардшоу. Это мечта каждого театра. Это в какой-то степени даже экзамены, испытания для театра, для артистов. Такой материал – это как тест, мне так кажется. Потому что такие роли, как профессор Хиггинс, Элиза Дулитл – это мечта в актерской карьере, карьере любого артиста. Я думаю, желание сыграть такие роли присутствует. Я сейчас попрошу режиссера, чтобы он дал нам фрагмент из этого спектакля. Мы бы прокомментировали, что происходит на сцене. Начинается он с того, как публика садится в зал, их лица. Давайте посмотрим. Большой зал выполняется. Хочется в ответ. В таком прекрасном настроении. Это всегда приятно. Когда зрительный зал полон, для нас это вот начало спектакля. Да, он, во-первых, музыкальный. Да, комедия, музыкальный. Много музыки. Много танцев, пластики. Ну, так и должно быть, потому что есть мюзикл «Майфер леди» на тему пьесы Бернардшоу. Почему же мы должны отставать? Тем более. Да, вот как преображение актеров, причем. Это наша главная героиня, заслуженная артистка России. Да, Оксана Осипова. Да, тут известные актеры. Светлана Агафошина. Им и малоизвестные для нашего города пока еще. Вот появляется главный герой. Да, в роли Хиггинса. Это очень ценное наше предприятие. Мы сейчас попозже расскажем о нем. Да, Егор Лебедев, заслуженный артист Украины. Актер, который приехал к нам из Украины как раз. Из Хайкорского театра. Вот самая интересная роль, неожиданно, да, как из какой-то страшной девушки, да. Все привыкли видеть Оксану, да. История Золушки, история Золушки всегда интересна, превращение. Да. Были какие-то проблемы вот в том, как актриса вот преображалась. Понятно, играть даму, как герцогиню светскую. И играть вот такую... Любая роль... Цветочницу. Любая роль, она должна пройти стадии преодоления. Иначе тогда это не роль, это не будет результата. Конечно, да, и было, и сложно... Были много сложностей, безусловно, да, на каждой. В этом году у Оксаны Осиповой юбилей. Ну, я не знаю, стоит ли говорить сейчас об этом, но продолжим, да? Да. И, собственно говоря, вот этот материал еще брался и по этой причине. В этом году у нее юбилей, круглая дата. Не говорим, какая дата, 20 лет, да, естественно. Вот. И это будет такая бенефисная работа. Ну, собственно говоря, уже случилось. То есть вы все просчитывали, как добрались за эту постановку? Ну, мы то, что вы просчитывались, не просчитывали, но это учитывали, безусловно, да. Да, главный герой Хигинск. Почему вот такая роль была отдана именно актеру из другого театра, который приехал к вам? Я скажу два слова по этому поводу. После у нас распределения на этот спектакль ролей была еще в феврале месяце прошлого года. На эту роль был назначен другой артист. Но после отпуска, выйдя из отпуска в конце сентября, начале октября, он пришел показываться артист из Харьковского театра, заслуженный артист Украины, как оказалось, имени Тараса Шевченко, театр, имею в виду, харьковский, который играл на украинском языке. То есть он говорит, я только в своей жизни, только два спектакля на русском языке играл. Все остальное на русском, на украинском языке. Я посмотрел, мне он очень понравился, очень органичный. Личность, эта личность, действительно, по большому счету, да. У него был свой зритель в Харькове, вообще в Украине его очень много знают, он широко известен. Ну, так случилось. Я не хочу уходить в подробности. Да, он попал вот в этот, в этот, в доворот этих событий и прочее, прочее. И в роли беженца оказался у нас в городе. И мы не могли его не взять. Как, если не мы? Мы его взяли, и я ему сразу предложил главную роль в этом спектакле, потому что ему нужно было, нужно было обязательно сыграть. Нужно было профессии его отвлечь. Профессии отвлечь от всего, от всех тех событий, которые с ним случились. И вот так случилось, что нам и Бернард Шоу, Пигмалион, помог еще. И, ну, по большому счету, может, я громко скажу, спасти человека. Нет, наверное, нет, но помочь, да. Обрести себя вновь. Помочь, да. Думаю, да. Ну, и нам очень много Егор дал, потому что это человек совершенно позитивным, влюбленным в мир, в искусство, в театр, мировоззрением. Это человек, который несет вот такую энергию радости от каждой минуты, прожитой на сцене, прожитой в жизни. Я просто знаю его давно, еще тогда, когда он работал в Харькове. Это действительно личность. И мне кажется, даже наши актеры, вот атмосфера в этом спектакле во время работы, и благодаря Егору сложилась таким образом, что вот этот глоток шампанского состоялся. Вот главное в этом спектакле – это умение произносить слова. То есть сам Бернард Шоу любил фонетику и решил сделать сам такой спектакль. Как вы работали над тем, чтобы произношение? Произношение – это вообще, наверное, бич нашего времени. Потому что, поскольку, почему всегда будет актуален Бернард Шоу? Ну, потому что язык каждой нации, наверное, наш в том числе русский язык, он мусорится со временем всякими сленгами и прочее. Упрощается, сокращается и прочее, прочее. И в результате получается запас, словарный запас, общающийся в быту людей, сводится к словарному запасу Эллочки-людоедки. Не доведи Господи. Поэтому вот борьба за литературный, красивый язык каждой нации, наверное. Да, и умение его красиво произнести, как одна из героиней Пирс. Сэ! В зал был в восторге, просто оттогою ее. Потому что это еще внутренняя культура каждого актера и каждого человека. Потому что произносить правильно и обладать, скажем, очень каким-то маленьким, узким запасом эрудиции, мне кажется, это как-то не сочетается одно с другим. И поэтому, конечно, тут общая культура. И я думаю, что наши актеры... Было очень интересно, абсолютно правильно говорите, Ксения Анатольевна, было очень интересно работать в этом смысле с Эдуардом, с Егором. С Егором, да. Потому что вот он все время сетовал и все время боялся. Ну как, а вас не смущает все-таки профессор фонетики? А я с украинского театра, у меня говор украинский. И он там... Как раз это и роль, чтобы его и вытащить. И у нас сопротивление. Я говорю, что я готов работать, вы мне подсказывайте, вы не молчите, говорите. Вот здесь, прям носом тычьте мне. Я говорю, хорошо, будем работать, будем заниматься. И он с этим делом справился. И мне кажется, что для него это такой шаг вперед. Вот он много сам сделал для того, чтобы говорить, во-первых, многоударность украинская, да, в русском языке совсем иначе стоит. Вообще, много-много всяких технических вещей, с которыми мы здесь боролись, собственно говоря, с ним. И вот с честью вышли, я надеюсь. Еще одна постановка, детский спектакль «Аленький цветочек». Вот расскажите о нем. Аксения, что можно сказать? Это уникальная, на самом деле, пьеса. Она досталась нам от актера, который служил в нашем театре и, к сожалению, теперь уже ушел. Молодой, совершенно очень талантливый, очень одаренный человек Саша Иваненко. Он написал свою версию «Аленького цветочка». И она у нас, в общем-то, должна была быть запущена еще в минувшем году. Но в силу обстоятельств получилось так, что премьера перенеслась на этот сезон. Юрий Владимирович осуществлял постановку и, собственно, пьеса Сашина, она обрела еще и сценическую версию, уже режиссерскую. Спектакль прошел у нас с очень большим успехом. Причем самое интересное, я могу сказать, как зритель, на этом спектакле так случилось. Были одноклассники моей дочери, которая учится в 10-м классе. И когда они пришли к нам на сказку, меня это несколько удивило, но когда девчонки-десятиклассницы выходили после сказки со слезами на глазах, вот это было самое трогательное. Потому что, конечно, маленький зритель, он подготовлен к тому, чтобы принять это чудо как чудо, всю условность театра, весь его символизм принять за чистую монету. А взрослые, они уже так не покупаются, особенно нынешнее такое поколение, немножко циничное. И это здорово. Получился такой спектакль для семейного просмотра. Я надеюсь, что он у нас будет еще демонстрироваться не только на новогодний праздник, а войдет вообще в афишу нашу. Вот сейчас на многих афишах, да, фильмов пишут там 12+, 16+. В театре такое возможно отписать? С какого возраста можно посещать? Наверняка есть такие спектакли, где можно ориентировать на возраст. Ну, в частности, Аленький Светочек, я вот рассказывал, я вам рассказывал историю, я наблюдал в зрительном зале, я частенько захожу в зрительный зал и смотрю на реакцию зрителей, как кто реагирует. Ну, естественно, дети по-всякому по-разному относительно возраста, хотя все были прикованы тем, что творится там на сцене, особенно когда там чудовище появляется, взаимоотношения с Аленушкой. Я смотрел, семья сидела, мама и, значит, муж с женой, и, ну, полтора года, может быть, киндер такой маленький сидит на руках у нее. И ребенок уже ерзает, он уже устал, минут 10, наверное, 15 спектакля прошло. А родители с открытыми ртами смотрели, и их оттуда, и они до конца смотрели, я видел их в конце выходящими. То есть им было очень интересно, смотри, интереснее, чем этому полуторагодовалому их ребенку. Поэтому вот такое... Но все очень условно, да, потому что вот бывает, что те спектакли, которые мы адресуем, вроде бы взрослые публики, приходят школьники, и они видят что-то совершенно другое. Они воспринимают, они принимают, они осмысляют, они готовы. Все зависит, наверное, от того, насколько человек готов вообще прийти в театр и вот воспринять то, что мы показываем. Известно, что скоро у вас открывается малая сцена. Да. И вам известно, да? Да. Замечательно. Буквально совсем недавно узнал. Да, это правда, и уже в репертуар на следующий месяц «Дрожайшей рукой» мы вписали один спектакль 28 числа и 1 марта открытия, и постараемся, чтобы все это было и случилось, и я надеюсь, что все случится. Очень интересная пьеса, я думаю, для нашего города такая пьеса, она вообще революционная. Да, и спектакль интереса уже сделан, собственно. И спектакль, да, уже, мы его уже видели. Мы можем сказать, что за спектакль пока зрителям нашим? Это спектакль по пьесе, очень редкой пьесе «Старая танго» Карлса Горостиса. Мы его назвали «Поворотти». Это инициатива режиссера-постановщика Сергея Вахтерова назвать этот спектакль. Это спектакль о том, как человек предал свою мечту и, собственно говоря, что потом из этого вышло. Спектакль захватывающий. И вот сама эта грань, которая отсутствует на малой сцене, между зрительным залом, между актерами. На большой. Да, которая стирается на малой. Она дает столько эмоций. Я сидела как зритель вот на нашем просмотре, таком внутритеатральном. На меня произвел этот спектакль. Просто огромное впечатление. А если вдруг кто-то из зрителей захотел стать соучастником этого спектакля, и вдруг он войдет в так называемую роль, что будут делать актеры? Это предусмотрено там. Нет, но есть приемы, которые позволяющие это делать, либо втягивающие умышленно в такое общение интерактивное. Но если существуют условия игры, так или иначе, нормальный человек воспринимает условия игры адекватно. Если он нормально воспринимает. По мере адекватности. Да, по мере адекватности. Будем действовать. Если ему не предлагается, никто же не выскочит на сцену, я надеюсь. Ну, такое бывало у нас и на большой сцене, когда у нас, например, выходил человек и помогал Эсмиральде, когда назвала Квазимода. А, собственно, поднимался человек из зала и говорит, давайте помогу тут как-то. Вот я решу проблему. Очень сильно переживала. И тогда выходил кто-нибудь из актеров и помогал этому человеку определиться с направлением движения. Вот всякое бывало. Юрий Владимирович, через несколько дней вы едете в Москву. Да, мы едем в Москву. Через несколько дней мы едем в Москву на пять дней работы в Москве в Театре Российской Армии. Будем работать на малой сцене. Пять дней, четыре названия. Спектакль-концерт наш. Который мы делали в прошлом году к Дню Победы. И три спектакля. Игроки по Гоголю. Ужин с дураком. И пигмальон. Вот с таким списком мы рискнули в такие погодные условия. В таких условиях переезда. Порадовать Москву. Побаловать на собой. Мы авантюрно решили попробовать испытать себя в этом смысле. Потому что декорации уже отбыли в Москву. Выхода нет. Они уже где-то в Краснодарском крае там находятся. Мы созваниваемся. Потому что очень переживаем за это. А сами мы летим на самолете. Если все нормально будет, а я думаю, что все будет хорошо, дай бог. То по приезду мы расскажем о этих гастролях. О наших встречах с москвичами. О том, как все у нас прошло. Известно, что между Центральным академическим театром Российской армии и нашим театром Лавренева. Вот такая особая договоренность есть о гастролях. О ней говорил Сергей Иванович Маймайсур. Летом как-то она мне рассказывала о том, что есть такая договоренность, что наш театр будет приезжать с гастролями в Москву. А театр Центральный будет к нам. Они уже дважды приезжали вот в этом году. Да, вот мы, я знаю, на Херсонессе встречались с Людмилой Черстиной, с Александром Бурдонским. Вот теперь наша очередь. Радовать театр Российской армии и москвичей. То есть будут какие-то мастер-классы? Возможно такое, что режиссеры театра будут проводить с актерами, с режиссерами? Планируется такое? Мы пока на уровне устных договоренностей об этом говорили. Мы ищем такие точки взаимоинтересные. Вот такой пробный шар. Они приезжали летом, мы сейчас едем туда. Как мы там пройдем, не знаю. Потому что себя нужно оценивать трезво. Посмотрим, как мы там пройдем. Скажите, те актеры, которые играют в «Пигмалионе», они играют в других спектаклях? Да, конечно. То есть, чтобы не везти большое количество трупов? Да. Но мы не исходили из этого при формировании гастрольной афиши. Мы исходили из того, что мы можем повезти, наверное, из самого свежего. Формировали афишу, чтобы она была разнообразной, разноплановой. И чтобы она вместе с тем отражала наше сегодняшнее настроение, атмосферу того, как мы работаем. Потому что все равно севастопольцы, да, и местная публика, она всегда выдает в театру кредит доверия. То есть мы даже знаем, что, может быть, где-то мы там накосячили, но вот зритель все равно нас поддержит. А Москва, она ценит трезво. Скажите, Юрий Владимирович, в Москве есть такие спектакли, вот с такими названиями? Идут ли они? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. В «Пигмалионе» идет в театре «Современник». Я знаю, это то, что я знаю. То есть наверняка москвичи будут сравнивать? Ну, конечно. Москва – это совсем другой город в смысле театрального зрителя, нежели севастополь. Там очень, там все, 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 все переговорит. Кроме нашего спектакля-концерта, который мы создавали под настроение, в общем-то, весной минувшего года. Все остальные названия, особенно «Ужин с дураком», который идет, по-моему, в театре «Страны», с Геннадьем Казановым. Это главная роль они, Басилашвили, сказано. Вот, это смело с нашей стороны. Вот, мы везем, и я не боюсь этого, вот я, например, так, сам собой говоря, не боюсь абсолютно, потому что у нас другие спектакли, разные спектакли. Название и авторы – это еще не значит, что будет два похожих спектакля. Решение другое. Спектакли, конечно. Спектакли, пьесы – это разные вещи. Будет возможность порепетировать там, ощутить сцену. У меня такое ощущение, что вы волнуетесь за нас. Конечно. Не переживайте, мы не подведем. Мы постараемся. Мы не подведем, мы постараемся. Конечно, да, мы, главное, чтобы, я волнуюсь только из-за декорации, чтобы они приехали. Все доехало, все хорошо? Да, да. Все хорошо доехало, и все актеры были живы, здоровы, и каждый играл, и чувствовал себя, как будто он находится в Севастополе. Потому что все мы здесь будем держать кулачки за наш прекрасный театр. Спасибо. И вот хотелось буквально несколько слов от вас, Аксинья. Что для вас театр? Кроме того, что это работа. Ну, театр, наверное, для любого человека, который служит, в нем не напрасно говорят, да, в театре служат. Это не работа. Работать там нельзя. Это часть моей жизни, не знаю, с рождения. Вот, и такая значительная часть, самая насыщенная, самая существенная, для меня очень значимая. И театр, это, наверное, да, мой дом. И как-то у меня дом и дом театра, они не особо имеют границы. Это как-то одно плавно переходит в другое. Юрий Владимирович, для вас театр. Ну, Аксинья, Аксинья очень полно сказала, очень сложно что-либо добавить. Потому что мы не занимаемся, а работаем только на работе. Это невозможно. Приходим домой и продолжаем работать. Мне нужно читать, мне нужно думать, мне нужно искать материалы. Это постоянно в транспорте работа головы. Это постоянно... И даже сейчас, во время прямого эфира? Да, конечно. А как же? Ну, это же профессия такая, которой нужно 24 часа в сутки заниматься, если не больше. Наверное, как и у вас. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Спасибо большое вам. О нашим телезрителям напоминаю, что в гостях у нас были главный режиссер драматического театра имени Бориса Лавренева Юрий Маковский и заведующая литературной частью этого театра Аксинья Норманская. А наша передача «Акцент» подошла к концу. С вами была Наталья Брайков. Всего самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»